Я приветствую вас на моём канале. 22 июня, по старому стилю 9 июня, по народной традиции отмечают Кириллин день. Верующие сегодня вспоминают Кирилла Александрийского, жившего в IV веке, и архиепископа Кирилла Белозёрского, основателя Кирилла Белозёрского Успенского монастыря. Согласно народному календарю, 22 июня называют не только Кириллиным днём, но и Солнцеворотом. Днём солнцестояние. Это самый длинный день в году, а ночь с 21 на 22 июня самая короткая. В церкви этот праздник более известен как Кирилл Солнцеворот. Это необычное время, когда наблюдается максимальная продолжительность дня и минимальная длина ночи. Этот день очень сильный энергетически. Люди продолжают загадывать желания и проводить различные обряды. А приметы на 22 июня помогут стать счастливее, разбогатеть и воплотить желания в жизнь. В народе считалось, что именно с этого дня наступает полноценное лето, и заморозков больше не будет до самой осени. А вообще этот день был очень праздничным. Все правила проведения дня летнего солнцестояния распространяются и на этот день. Сегодня нужно носить солнечную одежду, пребывать в хорошем настроении, мыслить позитивно и загадывать желания. Однако кое-какие обычаи заслуживают внимания. Так, например, считается, что если сегодня войти в реку и встать в то место, где больше всего течения, и повернуться лицом по течению, то вода смоет все болезни и можно излечиться от любой хвори, даже если до этого считалось, что она неизлечима. Детей сегодня утром и в течение дня выпускают бегать по траве босиком, так как все травы сегодня целебны и закаляют, даруя крепкое здоровье на весь год. Сегодня можно сходить на природу, посетить лес или погулять на лугах. Природа сегодня излучает сильную энергию, которая очищает тело и душу, дарует силы для жизни, позволяет воплотить мечту в реальность. Приметы на 22 июня говорят, что в день летнего солнцестояния самыми быстро сбывающимися желания будут те желания, которые загаданы на природной стихии. Например, можно загадать желание на воду в стакане и выпить ее, или на пламя свечи и дать свече догореть, или на ветер прокричать о желаемом, или загадать желание при пересадке цветов. В народе считалось, что в Кириллин день солнце особенно жаркое. Крестьяне боялись, чтобы оно не сожгло урожай, поэтому на рассвете выходили на огород или в поле, протягивали руки к небу и просили у небесного светила быть не столь горячим. А потом благодарили его за свет и тепло, которое оно всем дарит. Затем запечатывали добрую энергию, делая вид, что в руках ключ, которым закрывают поле, его клали в карман. Утром нужно тем же ключом открыть поле, только так энергия могла подействовать. К этой дате обычно поспевала земляника, поэтому каждый должен был съесть хотя бы по ягодке, поблагодарив Господа за то, что Он подарил им такой полезный и вкусный плод. Согласно легенде, ранее земляника не приносила плоды, но когда Христос, будучи еще малышом, шел по лесу и поцеловал это растение, то оно стало плодоносить сладкими и ароматными ягодками. Считается, что комаров с этого дня становится меньше. И по народным приметам, если убить их до полудня, то насекомых еще больше появится. А вот если сделать это во второй половине дня, полная сита будет убита. 22 июня нельзя ссориться и ругаться, солнце услышит спор, разгорячится и начнет все сжечь. Могут возникнуть даже пожары в лесах или в полях. Согласно приметам, если воронье сегодня кричит, то скоро будет дождь. Если ласточки низко летают, к дождю. Если муравьем много вокруг муравейника, будет летний солнечный день. Какое желание в день летнего сонсостояния загадаешь, то и сбудется. Приметы на 22 июня говорят, что природные стихии сегодня лечат и исцеляют. Считается, что сон, который приснился в ночь с 21 на 22 июня, не сбудется. Основные народные приметы, напоминающие, что нельзя делать 22 июня в Кириллен день, касаются сбора травы. Эти запреты связаны с древним поверьем, которое гласит, что травы, собранные в этот день, обладают особенной магической и целебной силой. Потому и нельзя в Кириллен день собирать целебную травку, если вдруг во время этого порежешь руку. Считается, что если на траву попадет кровь, то она потеряет свою лечебную силу. Нельзя 22 июня никому говорить, что идешь собирать траву, а также разговаривать с кем-либо по пути. Все собранное не только пользы не принесет, а наоборот будет только вредить. Нельзя заниматься сбором трав в грязной одежде. Травка может обидеться, что к ней относятся без уважения. Сегодня перед тем, как идти за травами, надо тщательно умыться, а после этого надеть на себя свежие вещи. По примете, сегодня нельзя выяснять отношения, поскольку солнце, которое в этот день настолько горячее, что может даже сжечь урожай, услышит споры и станет еще сильнее греть и уничтожит своими жаркими лучами поля и леса. Народе считалось, что в Кириллен день нельзя убивать комаров после обеда. Согласно поверьям, от этого их станет только больше. 22 июня комарье и мошку убивать можно только до полудня, тогда они точно больше не появятся. Не стоит в этот день выбрасывать старые травы, срок хранения которых истек, как мусор. Их надо утилизировать особенным способом, собрав в мешочек и закопав под молодым деревом. На Руси верили, что если провести такой ритуал, новая травка будет еще лучше помогать во время болезней. Также считается, что в этот день ни в коем случае нельзя показывать ребенку, недостигшему годовалого возраста, его отражение в зеркале, может нечисть испугать. Малыш будет плакать и капризничать, а также не станет спать ночью. Не нужно в Кириллен день с кем-то делиться своими мыслями и планами на будущее. Произнесенные вслух 22 июня, они могут никогда не воплотиться в жизнь. Сегодня лучше придержать свои планы при себе. В Кириллен день запрещается разжигать костры около дома. Духи огня придут повеселиться и разнесут пламя по ветру, что чревато пожарами. По этой причине в этот день лучше отказаться от шашлыков на даче, а также от любых посиделок у костра. Народе считалось, что с 22 июня настоящее лето начинается, а весна покидает землю до следующего года. Если в этот день клубника красная, уже не время сеять овес. Если дождь пошел в Кириллен день, значит боги гневаются, следует ждать наводнения. Обильная роса в Кириллен день сулит хороший урожай зерновых. Ветреная погода сегодня может еще неделю продержаться. Выйдя утром из дома, если первым встретишь мужчину, это к прибыли. Женщина же сулила неудачу и разочарование. Радуга сегодня предвещает большую радость. Сегодняшний день считался благоприятным для сватанья. Будущая семья будет крепкой и дружной, а детки вырастут здоровыми и умными. Считалось, что рожденные 22 июня обладают магической силой. Среди них много целителей и знахарей. Эти люди очень редко болеют, они являются долгожителями. День Ангела сегодня отмечают Александр, Алексей, Иван, Ян, Кирилл и Рафаэль, а также Марианна, Мария, Марта, Марфа и Фёкла. 22 июня проводили различные любовные заговоры, а также заговоры, направленные на исполнение желаний, на здоровье, на деньги, на защиту от нечисти и мифических существ. Проводили сегодня обряд на исполнение желания. Нужно на рассвете Кирилленого дня насобирать полевых цветов и сплести из них венок, надеть его на голову и сказать такие слова. Цветы в поле росли, силы набирались, пчелками опылялись. Цветочки со мной силой поделитесь, желания исполнитесь. Слово, замок, язык. Затем нужно представить, как задуманное воплощается в жизнь. Только после этого венок можно снять и положить под подушку. Пусть там лежит в течение трех дней. После этого нужно кинуть его в водоем. Также проводят сегодня особый сильный ритуал на деньги. Для этого нужно вынуть всю мелочь из кошелька и положить ее у входной двери так, чтобы она не была никому заметной, например, под коврик или в щель. И сказать при этом такие слова. Монетки ногами топчу, еще больше хочу. Липните к моему порогу, вас не будет много. Умножайтесь с каждым днем, станет уютным для вас мой дом. Нужно потоптаться на месте, монетки оставить, пусть там лежат в течение семи дней. После вынуть и использовать по назначению. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok